Тот самый Виктор Орбан пожаловался на шантаж со стороны Европейского Союза, которым Венгрию, внимание, заставляют разблокировать помощь Украине. Об этом он заявил в интервью французской La Point. Ну, настрадался Орбан, но результатом Украина довольна. Давайте об этом посудим со Станиславом Желиховским, кандидат политических наук и эксперт-международник, присоединяется к нашему эфиру. Станислав, здравствуйте, рады вас видеть. Станислав, приветствуем. Добрый вечер, студия. Благодаря кому Европейскому Союзу удалось приручить Орбана, как вы считаете? И вышел ли из этой истории Орбан совсем уж побежденным, или все-таки какие-то себе профиты он выторговал в результате этих непростых переговоров накануне голосования? Ну, переговоры, конечно, уже были непростыми, и это стоит понимать, потому что Виктор Орбан уже на протяжении нескольких месяцев тормозит этот процесс, угрожал снова векировать решение Европейского Союза по выделению 50 миллиардов евро помощи для Украины. И мы видели, как действительно он использовал различного рода риторику, направленную на европейских партнеров, на Украину, на кого угодно, но, конечно же, не на самого себя. И это стоит понимать, что это все сделано было не просто так, потому что Виктор Орбан непростой политический игрок. Тут стоит учитывать, что он уже много лет как находится в политике, и он занял, скажем, такое себе место между двух центров тяжести, между Западом и Россией, и пытается между ними балансировать. Поэтому для того, чтобы иметь возможность дальше в этой политике находиться, переизбираться и тому подобное, он, конечно же, и использует подобного рода риторику, которое, конечно же, направлено, прежде всего, на свой электорат, который, скажем так, постоянно избирает Орбана на посту премьер-министра. Ну и, естественно, это все делается для того, чтобы дальше, как я уже сказал, продолжать находиться у власти. Поэтому тут самый, кого можно найти для того, чтобы эту власть дальше удерживать, то, конечно, поиск внешних врагов, чтобы показать якобы себя жертвой, что Венгрия на самом деле никого не шантажирует, а ее шантажирует. Хотя, на самом деле, это не так. Мы помним, сколько раз Орбан требовал для того, чтобы разморозили для него те или иные финансы, чтобы можно было направить на экономику, которая сейчас очень сильно страдает из-за внутренних политических процессов, а также и экономических, потому что в Венгрии сейчас действительно есть с этим большие проблемы. Ну, это по типу того, как это делает, кстати, Российская Федерация, Беларусь и их диктаторы, которые постоянно говорят, что весь мир им должен, весь мир ополчился против них, ну и что они лишь являются жертвой этих процессов. И вот мы видим сейчас до последнего момента, фактически до дня голосования в Брюсселе сохранялась интрига, будет ли Виктор Орбан витировать это решение по выделению денег или нет. Но, к счастью, мы видим позитивный результат. Ну, конечно же, тут были задействованы множество рычагов, как от европейских партнеров, так и, конечно же, от Украины, потому что Украина также всеми возможными способами, главным образом дипломатическими, пыталась достучаться до Будапешта, чтобы все-таки получить эти деньги, которые нам нужны для нашей экономики, для обороноспособности. И, как видим, общими усилиями все-таки мы достигли этого результата. Но, конечно же, это далеко не конец истории. Виктор Орбан и далее будет продолжать вести подобную политику, которая будет сопровождаться вот такой вот риторикой, которую мы наблюдаем. И стоит от него ожидать чего угодно. Поэтому расслабляться рано. Тут нужно запастись терпением. Есть надежды, что, возможно, Будапешт станет немного более сговорчивым после будущей встречи президента Украины Владимира Зеленского, собственно говоря, с Виктором Орбаном. Но пока что мы еще не знаем, когда и где это произойдет. Но, тем не менее, работа в этом направлении идется. И я думаю, что это также повлияло на позитивный результат в Брюсселе. Но будем наблюдать, будем смотреть и будем надеяться, что все-таки таких вот препятствий, которые были, будет все меньше. Поэтому и официальный Киев, и наши западные партнеры работают с Венгрией. Предлагают ей различного рода то ли уступки, то ли компромиссы. Но, тем не менее, чтобы можно было достичь важных результатов. Потому что это все направлено на одно, чтобы бороться с российской агрессией, от которой страдает не только Украина, не только украинский народ, но и европейцы, и другие народы свободного мира. И также, чтобы конфликт потенциально не возрос до глобального. И делается все возможное, чтобы помочь Украине и нашему народу. И надеемся, что так оно и будет дальше. Станислав, но это ведь все равно в результате борьбы интересов. В данном случае, каков интерес Орбана согласиться на предоставление Украине 50 миллиардов евро? Ну, помимо кнута должен быть еще какой-то пряник. Ну, тут мы должны понимать, что действительно нельзя только одним давлением добиться позитивного результата. Конечно же, нужно что-то предложить. Но, помимо каких-то юридических моментов, которые могли согласовываться о том, чтобы пересматривать возможные решения и тому подобное, мы должны понимать, что была еще проделана колоссальная кулуарная работа. Ну, и, естественно, нужно было что-то действительно дать Орбану, чтобы все-таки он мог показать в качестве победы. Я думаю, что тут мог задействоваться финансовый ресурс, который был, в частности, заморожен. Могли также быть обещаны различного рода финансовые влияния от бизнеса, в частности, немецкого. И это также стоит понимать. Ну, конечно, и какие-то политические дивиденды на национальном уровне в Европейском Союзе. И тут могла в этом контексте поработать с Виктором Орбаном премьер-министр Италии Джорджи Мелони. Ну, и также мы видим, что могли быть и многие другие возможные компромиссы. И, конечно же, тут работа действительно проводилась очень большая. И буквально все это до последнего пытались достучаться до премьера Венгрии. Но, как видим, все-таки результат есть. Результат довольно-таки позитивный. Я думаю, что в подобном ключе и дальше будем все вместе работать с таким проблемным государством, которое сейчас является Венгрия. Ну, а что поделать? Такие сейчас политические реалии. Мы должны понимать, что таким образом Виктор Орбан пытается балансировать, как я уже сказал. И такую он выбрал тактику. Тактику либо шантажа, либо прошения, чтобы, скажем так, пошли на его просьбы. Но самое главное, что показала вот эта вот вся дискуссия, которая происходила в протяжении нескольких недель или даже месяцев, что можно достичь точек взаимопонимания. Ну, и поэтому я думаю, что и дальше будем работать в этом ключе. И с надеждой, что все-таки это не будет аж настолько затруднительно. И можно будет более эффективно находить те важные компромиссы, которые бы устраивали все стороны. Станислав, давайте поговорим о важности принятого решения Евросоюзом о передаче в отделении Украине большого пакета помощи. Ведь эта история в первую очередь, конечно, о деньгах, но не в последнюю очередь и о большой геополитике. Какие смыслы зашиты в этом решении? Какие сигналы посланы как Киеву, так Москве, так и Вашингтону? Как вы считаете? Абсолютно верно. Конечно же, в первую очередь мы говорим об экономической пользе, об, возможно, военной, потому что это также пойдет на оборонный комплекс. Но, конечно же, тут не обходится без геополитики, без тех важных сигналов, которые можно послать как нашим союзникам, таким как Соединенные Штаты Америки, которые до сих пор еще не выделили пакета помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, так и, конечно же, России, а также и другим государствам оси зла, которые сейчас формируются. По моему мнению, самое главное, что европейские партнеры показали, что Украина есть в сферах интересов западного мира, Европейского Союза, что они заинтересованы, чтобы Украина могла как эффективно функционировать как государство, но также и могла эффективно бороться с российской агрессией, и что все-таки они, европейцы, в будущем видят нас в неотъемлемой части Европейского Союза, поэтому они выделяют такие большие суммы денег, которые мы, кстати, не получали даже близко таких еще до полномасштабного вторжения России, и это стоит понимать. То есть фактически за нас борются, борются как за независимое и европейское государство. Я думаю, что в России все прекрасно понимают, но, конечно же, они пока что продолжают вести свою агрессивную политику, им главное не допустить сближения Украины и Европейского Союза, ну и в целом с западным миром, чтобы, конечно же, показать, что Украина не может быть успешным государством, потому что если это произойдет, а оно произойдет, Украина присоединится к западному сообществу и станет государством, который займет достойное место в международной политике, это, конечно же, будет негативным сигналом для режима Путина. И, конечно же, могут задаваться потом россиянами вопросы, а почему не могут они стать полноценным цивилизованным государством, которое бы также имело бы значительный вес в международной политике, но не через силовые какие-то решения, а через цивилизованные. И еще по Соединенным Штатам, конечно же, я думаю, что наши американские партнеры наблюдают за ситуацией в Европейском Союзе, оценят ее, но я думаю, что этим лишнее ограничится, что все-таки конгрессмены найдут взаимопонимание и проголосуют в обеих палатах Конгресса за пакет помощи, потому что мы должны понимать, что без Соединенных Штатов также будет тяжело, потому что, как видим, что и в Европе не так просто получить такой пакет помощи. Я надеюсь, что в ближайшем время мы получим от Вашингтона те сигналы, которые мы получили сегодня от Брюсселя. Ну и все вместе дальше будем продолжать бороться с Российской Агрессией, защищать украинский суверенитет, защищать весь свободный мир, потому что это в интересах всего свободного мира. Как Вы считаете, Станислав Катализатором, каких политических процессов может стать подобное решение или принятие решения, довольно сложного решения, которое требовало долгих обсуждений и поисков компромиссов, как минимум? А Вы можете, пожалуйста, уточнить? Да, сейчас. Я сейчас говорю, во-первых, решение, которое требовало значительных компромиссов о выделении Украине 50 миллиардов евро. Это в значительной степени политическое решение, поскольку нужно было лавировать между разными игроками, среди которых и Виктор Орбан. Так вот, Катализатором каких дополнительных политических процессов или политических решений может стать вот это решение? Что еще сейчас может быть проще решено? Ну, например, предоставление Украине дополнительного вооружения? Или шире поддержка вообще на дипломатическом уровне? Хотя и так она уже значительная. И еще не возможно новых стран в различные военные коалиции. Я соглашаюсь с этим. Я думаю, что тут будут задействованы разные аспекты помощи, как экономического, так и военного характера. И будет задействовано, как можно, большее количество игроков в этом контексте. И мы должны понимать, что для Украины важно, чтобы не только западные партнеры подключались к помощи, но и с других государств, в частности, с глобального юга. Поэтому официальный Киев работает в этом направлении. Очень было бы неплохо, если бы в ближайшее время был проведен глобальный саммит мира, чтобы увидеть, какая же все-таки сейчас мировая коалиция, что они могут предложить и в контексте того, как можно победить Российскую Федерацию. И, в частности, тут имеется в виду контекст украинской формулы мира, чтобы можно было как можно больше стран, чтобы ее поддерживали. Ну и также тут важно, чтобы были подписаны соглашения о гарантиях безопасности, о чем сейчас очень много говорится. И я думаю, что очень важно, чтобы это сделали те же Соединенные Штаты Америки. А мы должны также понимать, что если не будут выделены те деньги, о которых мы сейчас все ратуем, от тех 60 миллиардов долларов, так и соглашение подобного не может быть подписано. И я думаю, администрация Джозефа Байдена это прекрасно понимает. Единственное, что нужно найти взаимопонимание с теми конгрессменами, которые все еще колеблятся, либо то крыло, которое мы называем трампистским, которое не хочет выделения этих средств, а больше концентрируется на политике в США, и в частности, которая касается южной границы, что, конечно же, может быть чревато тем, что фактически Америка может изолироваться от внешних глобальных процессов. И это, конечно же, может быть негативным фактором для всех нас. Я прошу прощения, что перебиваю. Но вам реально кажется это реальным развитием событий? То есть изоляция Америки от внешних процессов? Америки сверхдержавы? Я имею в виду, если будут, скажем так, концентрации только на внутренних проблемах, которые сейчас есть, если эта тенденция будет продолжаться, то есть, допустим, если они сейчас гипотетически не выделят тех денег, а дальше будут вариться в своих внутренних политических процессах, и после того даже, я не говорю о том, какая будет администрация, но если потом и дальше США будет в этом духе продолжать функционировать как государство, конечно же, это может иметь негативный эффект. Я не верю в то, что Америка будет изолированным игроком, потому что все-таки мы должны понимать, что это страна-гегемон, которая на протяжении многих десятилетий, если не столетий, выстраивала свою внутреннюю и внешнюю политику для того, чтобы не только развиваться самой как государство, но а также помогать союзникам и другим государствам, которые требуют такой помощи. Но то, что сейчас тенденции есть нездоровые, это однозначно факт, и я считаю, что нужно сделать все возможное, чтобы Америка показала, что она готова помогать, потому что она помогает и только Украине, но и другим союзникам, что она готова отстаивать интересы демократии, международного права, свободного сообщества на международной арене, и это будет самый главный сигнал для России, для Китая, для Ирана, которые хотят перестроить тот мир, который сложился после Второй мировой войны, и это очень важно понимать. Америка не должна выпасть с орбиты, мы не должны говорить сейчас, что нужно ставку делать только на Европу, а Америку нужно забыть, потому что она может, скажем так, отделиться от всего цивилизованного сообщества. Нет, мы должны работать с ними, мы должны найти взаимопонимание, и очень важно, чтобы взаимопонимание также было найдено в самих США. Поэтому я об этом говорю. Мой посыл, я думаю, что так иной будет, что США продолжат помогать Украине, но только нужно побороть вот эти вот внутренние политические тенденции, которые сейчас развиваются в США. Ну, кто-кто, а мы, конечно, о США не забываем и все ждем, когда конгрессмены придут к тому консенсусу, о котором вы говорили, но, согласитесь, процесс идет ни шатка, ни валка. Сегодня спикер Палаты представителей Джонсон заявил о том, что существует возможность того, что вопросы военной помощи Украине и мексиканской границы будут разделены по разным законопроектам. Что вы видите между строкой этого заявления? Реальное желание разрубить Гордеев в узел, который они развязать мирным путем не могут своими переговорами, или просто затягивание времени очередное? Ну, скажем так, они сами этот узел и завязали. Я хочу напомнить, что сначала эти вопросы вообще не стояли вместе. Еще с августа месяца администрация Байдена предлагала принять этот пакет помощи, и чтобы уже к концу прошлого года уже можно было иметь прогнозируемый 2024 год, чтобы Украина была с этими финансами. Они же все-таки, хотя было много, скажем, заявлений против такого решения, но все-таки они связали вместе с южной границей, имеется в виду граница между США и Мексикой. И вот сейчас вот это вот есть проблема. Тем более, что сейчас очень большое давление до Трампа и на Джонсона, и на других конгрессменов, чтобы, скажем так, не допустить, чтобы это соглашение между республиканцами и демократцами было подписано. Он хочет использовать эту ситуацию для своей предвыборной кампании. И поэтому сейчас много говорится о том, что, возможно, все-таки эти вопросы будут разделены. Но найдутся ли голоса за каждое из этих вопросов, особенно имеется в виду, главное, помощь Украине, это, конечно, большой вопрос. И вот в чем самая большая дилемма. И есть надежда, что все-таки будет возможность достучаться, что также в этом направлении могут сработать и европейские партнеры, и партнеры по НАТО. Вот этими днями Вашингтон посетил генсек НАТО Столтберг, и там также он, скажем так, сделал важные посылы для американских конгрессменов. Он встречался также с Джонсоном и с другими членами Конгресса. Этими днями также должен посетить Америку канцлер Германии Олаф Шольц, и он также может иметь какие-то рычаги давления, либо какие-то также возможности, чтобы мотивировать конгрессменов все-таки поддержать Украину. Но в таком вот варианте сейчас движется мировая дипломатия, дипломатия свободного мира, и надеемся, что будет позитивный результат. Ну, еще следует учитывать фактор личного примера, а тут ЕС как раз замечательные примеры предоставила. Станислав, спасибо большое. Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский присоединился к нашему эфиру. Спасибо. Спасибо огромное. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.